Вестники февральской революции Культура Рисунок к статье 24 февраля 2015 года 15.45 Алексей Зырянов Текст фото-видео Вестники февральской революции Автор лид журналов на баррикадах революции 1917 года Дорогие собратья Научная интеллигенция Трудящиеся мужики и отпраздно шатавшиеся вчера Как пьяная матрасня Школьники Вот и прошла очередная для нас памятная дата День начала февральской революции Ура, товарищи! С прошедшим! Владимир Зельдин еще об этом помнит и нам Его современникам Нельзя забывать Вчера женское население Как оголтелые комсомолки Носилось по рынку Выбирая нам носки среди 50 оттенков серого А мы и вовсе не напрягали Свои ученые лбы Для многих 23 февраля Это день всех военных Но спросите Зельдина И он вам ответит Что это за день был 23 февраля 1917 года Тема нешуточная Как солнечный удар Разящая томленного бесогона Пора нам всем совершить набег на наши журналы А в них, товарищи Такое понаписано Что не оставляет ни единого шанса Чтобы это выпустить из внимания Пора уставшему пролетариату открыть глаза За мной, товарищи В этом летобзоре по заглавленной уже теме Собраны материалы с середины прошлого года Немало заинтересованных Авторитетных литературных журналов Разразилось публикациями Произведения революционного толка Все, как один Но независимо друг от друга В разных номерах затронули Тему революции 1917 года От Москвы до сибирских земель За полгода распростерлась память О тех тяжелейших временах Которые уже один в один повторяются И на сегодняшний день Об этом не рассказывали в новостях Сравнение исторических не давали намеренно Об этом могли написать только опытные Натруженные пальцы авторов Литературных журналов Конечно же, начнем обзор С единственного московского журнала Из списка осмелившихся поднять Знамя революции на своих известных Миру страницах А затем и дальше двинемся на восток Итак, журнал «Юность» номер 11-2014 Подарил нам интервью со своим Среди чужих и чужим среди своих Никита Сергеевичем Михалковым Прежде чем взяться за сценарий Я 11 раз переписывал рассказ Бунина от руки Так называется материал в журнале И вот что интересного именно для нас Можно подчеркнуть из него Двоеточие точка 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 Сегодня В связи с событиями на Украине и в Новороссии Ваш фильм приобретает поразительную актуальность Нам впору спрашивать у самих себя Как же все это произошло А ведь когда фильм «Солнечный удар» задумывался И снимался Не было, казалось бы, никаких признаков катастрофы Ваш фильм Это невольное пророчество художника Художественное творчество Художественное мышление С неизбежной фантазией Порой волей-неволей бегут впереди времени Видимо, так получилось и здесь Конечно, задумывая картину Я не имел в виду какую-либо конкретную ситуацию Скорее, размышлял в целом о том состоянии В котором оказывается порой русский мир Вот поручик не ответил на вопрос ребенка А вопрос был важный Вот остался без оценки священник-мздоимец Вот кто-то позаботился больше о своем кармане Чем о своем честном слове Из всех этих проходных Казалось бы, детали и складывается один внятный ответ Нашему герою и нам всем Ответ на вопрос Когда и как все это произошло Почему же не возникло своевременного Адекватного сопротивления той страшной опасности Не верилось в ее реальность Думали Страна большая Здесь стало плохо На новые места перейдем Об этом тоже говорят мои герои Сидит в русском человеке Это обломовская лень Не охота самому вмешаться в жизнь своей страны Испачкать ручки Я очень надеюсь, что в сегодняшней России В том числе и благодаря таким фильмам Как «Солнечный удар» Люди найдут силы победить в себе Это досадное качество А насчет пророчеств Конечно же, я не Аракул У меня другая специальность Само собой напрашивается провести параллели С нынешней ситуацией на Украине Результат второго Майдана Тотальная коррупция Правовой беспредел Развал армии Замедление экономики Все это привело к кризису Западинскому национализму В Донецке и Луганске Противостоит русский мир С коммунистическим приветом Президент Порошенко Обещает оказаться еще хуже своих предшественников Потому что слаб и подконтролен Меркантильному Западу Обещая полгода назад Выиграть войну за три месяца Он готов вести ее до последнего солдата Только бы оставаться у власти Еще кто-то умудряется видеть развитие экономики При содействии Запада Но только при западной культуре капитала Человек-рабочий является лишь единицей затрат Которые нужно вычитать после получения выручки Когда выручка равняется с затратами Рабочая единица исключается из полного списка до тех пор Пока из выручки не будет получаться прибыль Достойная менеджеров в компании В западном мире не задумываются над будущим конкретных людей Работающих на компанию С каждым десятилетием бизнес стремится избавиться От участия человека в получении прибыли Открывается все больше компаний Работающих по принципу Делания денег из воздуха Но оглупленному пропагандой народу Украины Это не вдомек Вернемся же к нашим пенатам Революция, как известно Распространилась на всю Россию И авторы лиц журналов своих регионов Помнят локальные особенности этого гражданского явления От Москвы метнемся в Восточную Сибирь А потом по центру разберемся Кемеровский журнал «Огни Кузбасса» Номер 3 Май-юн, 2014-го Выпустил роман Сергея Павлова «Кузбасская сага» Роман набросан вплоть до пятого номера Но нам интересен период 1917 года Из третьего номера Повествует он о том, как поднимались заводы в нынешней Кемеровской области В период грандиозных противостояний советской власти с армией адмирала Колчака Россия на стыке 1917 и 1918 годов представляла собой гигантский котел Закипающий на таком же гигантском кострище истории Нутро кипит и клокочет А на поверхности расходятся огромные круги То там, то здесь взрывающиеся кровавыми пузырями восстаний и мятежей Не случилось бы никакого промышленного рывка в стране без людей Не потерявших голову от ужаса человеческих бурлений Начавшаяся гражданская война заморозила всякую деловую активность промышленников и финансистов На первых порах у них еще оставалась надежда выбраться из этого медвежьего главтеплые, более обжитые южные края страны Которые они оставили этой весной ради Сибири Но события разворачивались слишком стремительно На юге России поднялся Дон И порты Черного моря заполонили оккупационные войска А Транси показался в руках белого чехов И тогда, собрав своих специалистов Курака объявил Война, господа, а мы ее заложники Остаемся с вами в Кузбассе до лучших, до мирных времен Поскольку выбраться отсюда практически невозможно Да и небезопасно В лесах и на железной дороге сейчас полно всякой нечисти Ах, вон почему Кузбасс Донбасс-Кузбасс Точка облегченно вздохнули инженеры А Сергей Барбашов смело заявил А я давно узнал это слово минус Кузбасс Читал, да как-то непривычно оно звучит Ничего, товарищи, придет время И Кузбасс зазвучит на всю Россию, на весь мир И мы будем гордиться, что стояли у самых его истоков А пока идет война, и наше решение будет таким Живем и работаем здесь У вас у каждого есть свои задумки и задачи Так что разрабатывайте планы Чертите чертежи будущих домен, цехов и агрегатов Как говорится, впрок, потом все сгодится Так и свершилось Не бывалый подъем на костях исторического перелома Исполинская империя выжила, благодаря таким подвижникам Богата земля сибирская на могучие таланты Дух захватывает, когда думаешь, что мы можем там построить Америка Да они будут к нам ездить учиться Дайте срок Мы, мое поколение построить его А вам Минус он взглянул на Барбашова и Машу Минус вам работать на нем всю свою долгую и счастливую жизнь Вам и вашим детям Красноярский журнал «День и ночь» номер 6 Ноябрь-декабрь Пою в ноту своей Богоматери Чудный поклеб словарю И вокруг прорастает империя языка и Византии Его белый волк В облаках Москва, Третий Рим Былое могущество Византии уже над нашими головами пролетает плотными облаками Россия, средоточие перемен Закончим свой обзор Уралом Екатеринбургский журнал «Урал» в 11 и 12 номерах за 2014 год опубликовал третью часть трилогии «Тень бехистунга» уральского писателя Арсена Титова И называется она «Екатеринбург» 18. Не менее разрушительными проходили перегибы революции на Уральской земле Все эти перипетии мы наблюдаем с героем по имени Борис Нарин Он постоянно вступает в спор со своими прежними друзьями Одним из них является рьяный боец революции Михаил Который вместе с главным героем перемалывает в своей голове факты и домыслы В одном из разговоров героям Борисом затронут момент присутствия наземных поданных Которые строили свое дело в России еще при царе, а не обыватели Они заводчики Капиталу нет нигде границ, потому что капитал наживается без чести А я русский офицер, возразил я и даже сквозь пьяную дурь почувствовал стыд за спесь, с которой я это сказал Никакой чести вообще нет, а есть миф, сотрясение воздуха, сказал Миша Как нет чести, взвился я Так нет Это выдумка умных людей, чтобы таких дураков, как ты, заставлять бесплатно служить их интересам и добровольно подставлять башку Хитрое умозаключение, которое не найдет однозначной оценки и сейчас Но так близко эта правда соприкасается с действительностью, что инстинктивно почувствуешь себя дураком в период глобального передела сфер влияния Не раз в новейшее время для революционных сил объектом для атаки была интеллигенция С ней немилосердные и антиподы главного героя Кругом одна падаль, сплошь одна склизкая, вонючая падаль от самого верха до самого низа И ведь не с этой поганой революции она пришла, Борька Она еще там расцвела, в наше время Все эти властители наших умов и сердец, все эти Зиночки Гепиусы, Таньки Щепкин и Куперник, Аньки Ахматовы, минус Миша в остервенении, будто хотел порвать на двое, открыл томик в черном корешке, столь же остервенело стал его листать А дальше какие имена? Ты только послушай, Садовский, Мазуркевич, Бальмонт, Мейснер, Зарин Несвицкий, Тэфи, сплошь посконно русские имена, такие посконные, что какому-нибудь Мишке Злоказову остается только обозвать себя Майклом Все взялись в ресторанах у Кюба сострадать и утешать А вот еще Блок Хочешь Блока, о войне? Изволь Но все, притворство, все, обман Взгляни наверх В клочке лазури, мелькающем через туман, увидишь ты при двести буре, кружащийся аэроплан А где же все-таки тут была Зиночка Гепиус? Ты помнишь ее это, вся ваша хваленая германская мощь русскому солдату Навы Сморк? Не помнишь? Ну да Ты же в окопе сидел и эту мощь на себе терпел, пока она тут занималась лесбийской любовью Повидал я их всех Все, падаль И что? С кем бы ни была интеллигенция, революция пожирает всех, кому на руку эти свободы Только сволочам из Госдумы да и серым бомбистам вышли, сказал Миша И Миша прав При любой власти народ не обретает для себя свободы Он лишь подбирает себе ошейник по размеру Герои совершенно верно вспоминают Карла Маркса Подлинное упразднение частной собственности имеет смысл только тогда, когда оно свершается духовно развитыми, совестливыми людьми, которые уже переболели жаждой богатства Нет ничего омерзительнее, чем желание люмпены обладать тем, чем обладают другие Расправиться с тем, чем не могут обладать все Он теряет дар гуманитарного подхода к человеку и истории, когда оказывается во власти своей теории революции и диктатуры проретариата Но у революции свои поводыри И они диктуют нам дорогу Многовековая христианская истина нас учила Бог в правде, сила в правде Новая власть не отступила от христианского учения Она поняла, что надо создать свою правду и при своей правде быть вольной делать все Так было и в России, так сейчас живет и Украина Вопросы в романе остаются и к русскому царю В последние дни его семьи он молча отдавался на заклание, но современники его не перестанут рассуждать Как и рассказчик, он не имел права отречься от престола, то есть от всех нас Он обязан был понять, что оставлял нас, что он бросал нас Он сам делал своим отречением революцию За все время от его отречения и до сегодня я наслушался о нем всякого Это всякое было мерзостным И мерзостными были те, кто эти мерзости говорил А говорили едва не все Говорили с непонятной злой радостью и злым восторгом Будто бросая его в пучину гибели Не понимали, что в ту же пучину падают сами Вопросы есть, мы их задаем друг другу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!